В селе Карабаши Марпасадского района большой праздник. День рождения Анны Рыбаковой. Поздравить пришли всем селом. Имениннице исполнилось 100 лет. Наши репортеры познакомились с удивительной женщиной, жизнь которой полна невероятных событий. В этой старинной чувашской песне о матери и ее детях в знак благодарности. Анна Апа, только так уважительно, к Ане Афанасьевне Рыбаковой. Столетний юбилей. Саламбатер! 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 Трудно поверить, что в этой хрупкой бабушке вековая мудрость и невероятная сила духа. Война, голод, потеря близких, сурский рубеж, каторжный труд на лютом морозе, живая история. История страны и ее личная, без лишних слов, одни слезы. Мучилась очень сильно. Ничего не было. Ни хлеба, ни картошки. И как картошка цветет, говорит, это пошли уже шевырять, что кушать хотя бы. Нечего было кушать у них вообще. Уже после войны осиротевшая Анна Апа заменила мать и отца родным сестрам. Сама девочка, а всех воспитала, всех вырастила. Говорит, что самый страшный сон ее жизни не о войне. Сестер забирают, а ей на работы строить сурский рубеж. Каждый раз просыпается. Рано утром она для детей готовила дома, потом сама ушла. Туда-то работала. Купырыт пошла, она все в лаптях. Тут голые все. А тогда чулки были короткие, платками завязывала. Там работали весь день. Потом ночью уже обратно вернулись, потому что у нее дома четверо еще дети. Сегодня у нее два внука, четыре правнука и праправнук подрастает. И она, несмотря на годы, каждый раз спрашивает, интересуется, как ребятишки, хотя и правнуку уже под 30. Для нее они дети. Столетия с цветами и песнями. Анна Апа опять плачет. Вадим Муравьев, Мелью Явичус, Георгий Кривошейн. Республика. Марпосадский район.